Здравствуйте, уважаемые телезрители! Добро пожаловать в нашу интеллектуальную, научно-популярную программу «Культурный контекст» о вопросах культуры, истории, философии, социологии, антропологии. Меня зовут Алима Весенова, я антрополог и доцент кафедры социологии и антропологии Назарбаев Университета. И сегодня у нас в гостях доктор исторических наук, доцент кафедры истории, философии и религиоведения Назарбаев Университета Николай Цыринпилов. Николай, добро пожаловать в нашу программу «Хош Кельденес». И сегодня наша программа будет посвящена истории буддизма в нашем регионе. Давайте посмотрим небольшой видеосюжет. История буддизма в Центральной Азии уходит корнями в древние времена. Как известно, буддизм возник в пятом веке до нашей эры в Индии. Постепенно буддизм начал распространяться на территории современного Афганистана, Таджикистана, Узбекистана и других центрально-азиатских регионов в третьем веке до нашей эры, благодаря миссионерской деятельности и торговым связям. Вплоть до седьмого века буддизм был одним из важных элементов культуры и религии на великом шелковом пути, играя одну из ключевых ролей в культурном обмене между Востоком и Западом. Буддизм стал особенно влиятельным во времена Кушанской империи. Это первый-третий века нашей эры с центрами в Бактрии, что на территории современного Таджикистана и в других частях Центральной Азии. Со временем буддизм стал усыпать место исламу, который пришел в наш регион в восьмом веке. В семнадцатом веке буддизм снова вернулся на территорию Центральной Азии, уже с джунгарами. В этот период среди джунгар и монголов получил распространение именно тибетский буддизм, который пришел в джунгарскую империю в семнадцатом веке благодаря миссионерской деятельности тибетских лам и учителей. Джунгарская империя поддерживала близкие отношения с Тибетом, и множество тибетских лам приезжали в Джунгарию для обучения и распространения буддизмом. В семнадцатом-восемнадцатом веках джунгарское государство занимало территорию современного, восточного и северного Казахстана, современного Кыргызстана, северного Китая и восточной Монголии. В начале восемнадцатого века джунгарская империя столкнулась с конфликтами, включая войну с Китаем, с казахами и другими центрально-азиатскими государствами. Это привело к упадку империи. В 1758 году джунгарское ханство было завоевано династией Цин. На территории Центральной Азии многие буддийские монастыри были разрушены. Сегодня руины буддийских храмов есть и на территории Казахстана. Некоторые из них изучаются специалистами и становятся частью культурного наследия. Например, бывший буддийский монастырь Аблайкит восточно-казахстанской области вошел в список сакральных объектов Казахстана. Итак, Николай, я знаю, что вы недавно вернулись из экспедиции в Хасу. Хаса – это центр тибетского буддизма, священный город, традиционная резиденция духовных лидеров Далай-Лам. Я так понимаю, этот визит был связан с вашими исследованиями? Расскажите, пожалуйста, о ваших исследованиях и, что важно, о ваших впечатлениях о Алхасе. – Прежде всего, хочу поблагодарить вас за приглашение. Для меня очень радостно поучаствовать в вашей передаче. Что касается поездки в Тибет, то, да, действительно, это была экспедиционная поездка с моими коллегами из Бурятии. И мы ставили перед собой цель воссоздания маршрутов паломничества из Байкалия, из Бурятии, в Тибет. Мы пытались понять, по каким конкретным маршрутам это паломничество проходило. И одной из целей поездки был сбор, собственно, геоинформационных данных. И в связи с этим, поскольку паломники, бурятские, калмыцкие паломники, монгольские паломники в прошлом, в 18-19 веках посещали не только Алхасу, но и множество монастырей, разбросанных вокруг Алхасы, вплоть до непальской границы, то нам пришлось объездить, в общем, очень много локаций, собрать очень много данных. Это была, в общем, нелегкая поездка. И что-то вы нашли интересное о путях, которыми... Я так понимаю, вы рассматривали историческими пути, да, которыми буряты и монголы путешествовали в Тибет? Да, это исторические пути, которые пролегают через территорию современной Монголии, затем через территорию внутренней Монголии, провинции Ганьсу, Цинхай и, наконец, собственно, Тибет. Ну, в общем, экспедиция не ставила перед собой цель совершить какие-то сенсационные открытия. Это рутинная работа по сбору данных, по реконструкции путей паломничества. Я, например, полагаю, что весьма актуальным был бы проект сходный по изучению путей паломничества, скажем, традиционных, да, из Казахстана в Мекку. Это было бы тоже очень интересно проследить еще до, скажем так, введения там научно-технических новшеств, да, новых путей сообщения. Я думаю, тогда люди шли по земле и маршруты были совершенно другими. И вот нас, собственно, тоже интересовали те самые маршруты до того, как были построены железные дороги, которые сейчас связывают, конечно же, населенные, гуссонаселенные провинции Китая с Лхасой. Ну, хорошо, а тогда уже ближе к нашим регионам, хотя Тибет тоже наш регион считается Центральной Азией, но ближе, скажем так, к Центрально-Азиатским республикам. Буддизм был важной частью нашего региона, да, во время Джунгарского периода. Культурная история буддизма и география буддистских монастырей на территории Центральной Азии сейчас начинает изучаться. Я знаю, вы сами посвятили несколько статей существовавшему на востоке Казахстана монастырю Аблайкит. Как вы оцениваете роль буддизма в экспансии сначала айратов, да, расширения их территории, а затем возникновении и расцвете Джунгарской империи? Несмотря на то, что сегодня Тибет для такого обычного казахстанца кажется совершенно далекой и культурно чуждой страной, чуждым регионом, тем не менее, нужно понимать, что еще по историческим меркам не так давно эти регионы были очень тесно связаны друг с другом. Более того, если внимательно посмотреть на источники, я думаю, не будет преувеличением сказать, что судьбы Тибета решались в Казахстане. Потому что те самые группы, которые позднее образуют Джунгарское ханство, так называемое, еще до возникновения Джунгарского ханства обеспечили возвышение института Далай-Лам в Тибете. Не так хорошо известный, наверное, как казахстанским читателям первый арадский хан Гуши-хан. Проживал на территории при Иртыште, здесь были его кочевья. И именно он вместе со своей небольшой десятитысячной армией сумел полностью изменить ход истории в Тибете. И создать ту форму государственности, ту форму теократической государственности, которая управляла Тибетом в течение последующих столетий, вплоть до аннексии Тибетской территории Китайской народной республики. Ну и, как мы знаем, сегодняшний институт Далай-Лам все еще является очень важным таким политическим фактором, несмотря на то, что он релацировался, переместился на территорию Индии. Тем не менее, его духовное и политическое значение в современном мире до сих пор велико. Так вот, повторю эту мысль о том, что решение о том, как в дальнейшем будет управляться Тибет, в какой-то степени принималось здесь, на территорию при Иртыште. Айратскими ханами. Буквально пару слов скажу о том, что, конечно же, и до возвышения джунгарского ханства буддизм имел уже очень длительную историю на территории. Вот, извини, я вас перебью. Просто для наших телезрителей у нас часто используют как бы взаимозаменяемые этнонимы ойраты, джунгары, калмыкии. Но у вас, как я поняла, хронология разная. Сначала ойраты, потом джунгары и калмыкии чуть отдельно. Объясните, пожалуйста, нашим телезрителям. Потому что, я поняла, буддизм пришел сначала, когда была широкая такая экспансия ойратов, до возникновения джунгарского, как вы говорите, так называемого ханства. Да, действительно, я объясню, почему я говорю так называемое ханство. Что специалистам, я думаю, понятна эта оговорка. Что касается разницы в терминологии, которую в таком повседневном, скажем так, дискуссии принято объединять в одно, джунгарское ханство, это понятно, просто удобно. На самом деле, конечно же, понятие айратской общности гораздо шире, чем политоним джунгарское, джунгарское ханство. Айраты – это обобщенное название западной ветви монголов, монголов, которое имеет свои особенности в языке, в первую очередь. У них своя письменность исторически так сложилась, что она близка к монгольской письменности, но все-таки имеет свои особенности. И специалисту по монгольской письменности бывает не так легко читать западно-монгольские тексты. Так вот, айраты – это широкая общность. Сегодня айраты проживают на большой территории, это и китайские провинции, в первую очередь, Синьцзян, это и современная Монголия, главным образом западная ее часть, западные ее аймаки, это и всем известная республика Калмыкия в составе Российской Федерации. Все это айраты. Однако джунгарское ханство было создано... Дело в том, что айраты как большая общность включают в себя большое количество различных родов, и одним из таких родов были джунгары. И к айратам, насколько я понимаю, применил это ханство, то есть они могли называться ханством, да? Не совсем. Вот как раз здесь я возвращаюсь в ту самую оговорку, почему джунгарское ханство не совсем верно называть ханством, потому что большинство, практически все айратские племена не имели важного для тогдашней политики генеалогического родства с родом баджигинов, с родом чингисидов. То есть у них своя элита, которая... То есть и джунгары не имели, и шире айраты тоже не имели. Айраты в целом, да. Не имели? Не имели, да. В частности, внутри айратов очень рано выделился род джунгаров, да, он получил позднее название джунгара. До этого он был известен больше под названием алеты, под названием чуросы. В мусульманском мире его больше этот род знали как чурасы, да, какая-то часть его амусульманилась. Вот. И джунгары не были чингисидами, это ставило их зачастую в некое такое маргинальное положение, и это было таким контрастом с их большими амбициями политическими. То есть айраты, джунгары, в частности, навязывали свое военное и политическое могущество другим монголам. Это очень не нравилось другим монголам, потому что это подрывало, так сказать, политический престиж и так далее. Причем это была бурная история. Но в конце концов, в XVI веке, к айратам присоединяется один род под названием хашуты, он хорошо известен в Казахстане, да, в Казахстане многим, как бы, на слух, по крайней мере, узнаваемо слово хашуты. Это очень важный род, небольшой род, который выделился и прикочевал на запад из внутренней Монголии. И вот хашуты как раз-таки имели отношение к роду боджигинов через младшего брата чингисхана Хабуту Хасара, или там Джучи Хасара. Вот, и вот именно эти хашуты, собственно говоря, стали первыми ханами, поскольку имели на это право. Да, наряду, там, скажем, с такими же чингисхитами, как казахи, да, хашуты могли похвастать, значит, своим чингисхитским происхождением. И вот очень многие события, связанные с развитием буддизма в Казахстане, связанные именно с хашутом. Хашуты приносят буддийскую дхарму в Казахстан. Первый и наиболее выдающийся буддийский первосвященник, Лама, который действовал в Казахстане, так называемый Зая Пандита, создатель аэрадской письменности, был хашутом. Тот самый известный, наверное, в Казахстане монастырь Аблайкит, который является, так скажем, одной из жемчужин культурных древностей Казахстана, тоже был построен хашутами. И вот хашуты, сыграв такую важную роль в истории при Иртышке, тем не менее, гораздо менее известны, чем джунгары, с которыми у них были вполне себе партнерские отношения, хотя зачастую они переходили в форму соперничества. И в конце концов, вот к концу XVII века это соперничество привело к падению дома хашутов, их лидерства в Айрадской конфедерации при Иртышке и стремительному возвышению рода джунгаров, которые вот с 70-х годов XVII века шаг за шагом создали то самое политическое образование, которое мы всем называем джунгарским ханством по привычке. Хотя, собственно, технически только один представитель вот этой линии джунгарских правителей имел титул хан. Вот какие технологии они привнесли, которые способствовали мощи джунгар и расцвету джунгарской империи? Ну, мне кажется, что здесь скорее связь обратная. То есть не столько распространение буддизма содействовало росту могущества джунгарского ханства, сколько, скорее наоборот, сам вот этот импульс к развитию джунгарского ханства, он создал условия для развития буддизма. Может быть, со мной кто-то поспорит в этом отношении, но ведь джунгары... То есть джунгары поддерживали Тибет своей военной мощью, да? Да, совершенно верно. Тибет зависел от военной помощи джунгаров. Это был своего рода такой буддийский спецназ, если можно так выразиться. Но моя мысль заключалась в том, что и без буддизма, конечно, джунгары проявляли такой необыкновенный импульс к развитию. Это было связано с внутренней консолидацией, это было связано с военными успехами, которые, скажем, сделали экономику джунгарского ханства очень сложной. Она перестала быть чисто кочевой, она включала в себя очень значительный аграрный сегмент. Джунгары сумели отладить собственное производство стекла, металлов, тканей, бумаги и прочих вещей. Они отливали свои собственные пушки, у них была своя артиллерия, они внесли целый ряд очень важных инноваций в военную сферу. Все это определило успех джунгаров на какое-то время. И буддизм это был одним из тех проявлений, если можно так выразиться, используя гумилевскую терминологию, пассионарность джунгаров выразилась в том числе и в их культурно-религиозном развитии. То есть создание собственной литературы, создание архитектурных памятников, в том числе того самого пресловутого Аблакита, хотя это не единственный, конечно же, монастырь, который был построен джунгарами на своей территории. Мы выяснили разницу между айратами и джунгарами. То есть айраты это широкая общность, а джунгары это такой политический более, такой этноним сначала был. А вот калмак это тюркское название всех монгольских племен. Или это что значит? Потому что у нас называли и джунгар, когда нападение с востока, калмак шапта, и с запада тоже калмак. То есть на всех это распространялось. Да, здесь скорее термин, тюркский термин калмык действительно совпадает с термином айрат. То есть это общее название западных монголов, которым окружающие их тюркские и ираноязычные народы определяли айратов. Другое дело, что сейчас слово калмак в большей степени ассоциируется с современными волжскими калмыками. Да, но это только одна часть айратов, которая в свое время, там еще в начале 17-го, в конце 16-го, в начале 17-го века перекочевала на территорию современного Нижнего Поволжья, да, и северного Прикаспия. Но калмаками называли даже не только айратов, но и, скажем, алтайцев, тюркоязычных, которые были данниками, джунгаров, долгое время также называли калмыками. Я помню, удивлялся, читая записки русских путешественников, которые в те времена проезжали через алтайский край, которые называли калмыками все местное население тогда. То есть этот термин тогда был устоявшимся в отношении тех, кто входил в состав, так скажем, джунгарского государства. То есть таким образом мы видим, что термин айраты и калмык – это, в общем, однозначные термины. Айрат – это оригинальный термин на монгольском языке. Самоназвание. А калмык – это? Самоназвание, да. Калмык – это, так скажем, экзоним, то есть термин, который был частично воспринят айратами, хотя не имеет никакого смысла в их языке. Ну и, наконец, джунгары – это название одного из родов, который взял на себя лидерство, который создал то самое государственное образование, с которым казахское ханство так тесно взаимодействовало. Большое спасибо за прояснение этой терминологии. Теперь возвращаясь к самому буддизму, и вот современное представление, возможно, оно такое более западное представление о буддизме, существует как о такой мирной, миролюбивой религии. Возможно, это такая популярная экспансия художественных фильмов. И это отличается, ну вот как мы видим, от реально существовавшего буддизма, да, исторически. Хотя бы на примере тех же джунгар, да, которые были, как вы сказали, буддистским спецназом. Вот как сложились эти представления о буддизме, отношении к буддизму как к какому-то такому чисто духовному, да, к какому-то учению, да, которое вот ты должен как бы от этой жизни отрешиться и заняться вот такой духовным просветлением, да. Вот многие люди, если, ну, конечно, Тибет сейчас более закрыт для западных, скажем так, пильгримов, да, но в Непале очень много людей, которые ищут вот этого буддистского просветления. Вот расскажите, насколько совпадают эти представления с, ну, реально существовавшим и существующим буддизмом? Да, ну, я бы хотел начать с того, что буддизм, он, конечно, очень разный, да. Да, вообще само понятие буддизм, это скорее такая некая абстракция, которая включает в себя очень разные религиозные традиции. Объединительным таким принципом для всех этих традиций, по сути, является только то, что все они возводят себя к фигуре Будды Шакимуни, да, то есть исторического Будды. Правда, также и то, что понятие миролюбия, сострадания, внутреннего спокойствия, да, достижение этого внутреннего спокойствия действительно является очень важной частью буддийской доктрины и буддийской практики. С этим поспорить нельзя. Правда, нужно оговориться, что все мировые религии в той или иной степени, да, подчеркивают необходимость любви к ближнему, необходимость достижения гармонии мира с собой. И буддизм здесь не является чем-то уникальным. Другое дело, что политическая практика, да, и те моменты, когда религия входит в альянс с государственными интересами, с интересами правителей, это всегда совершенно другая история. И во многом успех буддизма, а буддизм, как известно, является первой исторически мировой религией, то есть первой религии, которую сумела перешагнуть через культурные, этнические, языковые границы, да, и выйти на очень такое широкое поле. Так вот, успех буддизма во многом объяснялся тем, что очень рано, еще со времен Будды, буддисты умели работать с властью, придержащими, скажем, с людьми, облеченными властью. В обмен на покровительство своей религии, буддисты обеспечивали легитимацию власти. У буддистов существует очень серьезная, глубоко разработанная теория власти. Почему определенные люди имеют право властвовать над другими людьми? Что касается вот этого распространенного стереотипа о миролюбии, таком, скажем, безграничном миролюбии буддизма, то так же, как и любой другой стереотип, он, конечно же, далек от реальности. Мы знаем, что буддисты зачастую стояли за, идеологически стояли за крупными завоеваниями. Да, та же самая тибетская, то же самое тибетское государство, которое сегодня у всех ассоциируется вот с как раз с тем самым туманным, спящим миролюбивым Востоком. На самом деле, когда-то была очень воинственная империя, и это было уже после того, как тибетцы восприняли буддизм. Тибетские гарнизоны стояли в Центральной Азии, как известно, да, и если бы сложились обстоятельства по-другому, вполне возможно, что тибетское могущество могло бы распространиться и дальше, и на Запад, и на Север, и так далее. Это, кстати, приводит нас к еще одному уже противоположному стереотипу, который в научной литературе получил определение буддийское объяснение. Дело в том, что некоторые, я бы не сказал исследователи, хотя и среди исследователей есть люди, которые разделяют эту точку зрения, но в основном все-таки это такое общее, я бы сказал, вульгарное понимание буддизма, склонно объяснять, скажем, потерю воинственного духа монголов влиянием буддизма. То есть, что мы видим? Мы видим, что в XIII-XIV века монголы создают самую крупную сухопутную империю в мире, что эта империя создает очень сильную государственную структуру и так далее. И вот затем, в последующее время мы видим, что с распространением буддизма, с принятием монголами буддизма, вот этот мощный экспансивный рост, он прекращается. Это привело некоторых наблюдателей к мнению о том, что буддизм, он блокирует вот эту, скажем так, такую этническую пассионарность некоторых народов, что даже, возможно, китайцы намеренно распространяли буддизм среди тибетцев и монголов для того, чтобы тем самым как бы снизить опасность со стороны этих соседей. Но этот стереотип, он точно так же ложен, как и обратный стереотип, да, потому что на примере того же Джунгарского ханства, а Джунгарского ханства это только один пример, да, мы видим, что даже укорененность в буддистской тхарме, в буддистской традиции отнюдь не ставит никаких препон к военному там развитию, военному могуществу, образованию. Джунгары воспринимают буддизм еще в начале 17 века, а их основные успехи военные приходятся на первую половину 18 века, да, то есть тогда, когда и монахов в Джунгарском ханстве было много, и монастыри процветали, то есть никакого противоречия между проповедью буддизма и развитием экспансии Джунгарского ханства мы не видим. То есть и то, и другое это стереотипы, буддизм так же, как и любая другая религия способен содействовать всеми способами к возвышению государств, да, и вместе с государствами может претерпевать упадок, это происходило и в истории ислама, и в истории христианских деноминаций. То есть я не вижу здесь никаких серьезных отличий буддизма как мировой религии от других мировых религий. И вот мой последний вопрос, как вы думаете, куда нам двигаться в изучении буддизма? Это вот мы уже, учитывая, что у нас столько много как бы руин, вот, и наследия, которое когда-то было на нашей территории в Джунгарский период. Дело в том, что действительно, как вы в самом начале передачи сказали, буддизм сыграл очень важную роль в истории Казахстана. Для того, чтобы лучше понимать те процессы, которые происходили в Казахской степи еще с тех пор, когда там, не знаю, первый монах ступил на почву Казахстана, необходимо знать необходимые специалисты. Я знаю, что вот при изучении, скажем, древности Аблайкита или Кызылкента, казахстанские специалисты вынуждены обращаться к коллегам в Москве, в Петербурге, потому что людей, которые знают те системы письменности, которые использовали буддисты в разное время, в Казахстане не хватает и так далее. Буддологические исследования, конечно, должны расширяться, и они должны, на мой взгляд, двигаться в сторону такого широкого сравнительного, компаративного аспекта. Дело в том, что даже то, каким образом религии вели себя, реагировали на колониальные ситуации в эпоху Российской империи, чрезвычайно похожи и близки. То, каким образом происходила колонизация Калмыцких степей или Забайкалья, все это имеет очень интересные параллели с тем, что происходило в Казахстане, и вот этого сравнительного аспекта зачастую его не хватает, в том числе и в религиоведении. В своей последней книге, которая посвящена истории буддизма в Российской империи, в первую очередь среди бурят, я пришел к такому выводу, что та модель, которая еще в середине XVIII века была отработана на буддистах бурятии, то есть создание централизованной религиозной организации, создание особой системы по контролю за местными приходами и так далее, она после тестирования была перенесена на мусульманскую почву. Честно говоря, раньше я полагал, что все было наоборот, что те мусульманские институты были перенесены на буддистскую почву, я имею в виду муфтияд в Уфе и вот этот опыт с ним связанный с Верховным Муфтием. На самом деле, если судить по хронологии, все было наоборот. То есть сначала эту технологию отработали на бурятах, затем она была применена в отношении мусульман по Волжье и Казахстану. Понятно. Ну, тогда в заключении остается сказать, что изучение буддизма и исследование буддизма, они расширят мысли и понимание мировых религий, да, и мировой истории, но в то же время и нашей собственной истории, да, особенно вот средних веков и джунгарского периода. Спасибо, Николай. Большое спасибо, что пришли к нам сегодня рассказать о своих исследованиях и поделиться своими знаниями и опытом Кобрахмит Сызге. Спасибо большое. Уважаемые телезрители, я рада сообщить, что телеканал Хабар запустил свой телеграм-канал. Подписывайтесь, и вы всегда будете в курсе всех актуальных новостей. Для этого просто отсканируйте QR-код, который вы видите на экране. А культурный контекст встретится с вами снова в следующее воскресенье. Мы продолжим говорить о нашей многообразной культуре, сложной истории и современной социогуманитарной сфере. До свидания.